До тех пор, пока живы люди, до тех пор, пока не любят, эта история будет актуальной всегда. Стивен может и это, чего же он не может тогда. Я хочу вот посмотреть нормально, как мужчина любит женщину, женщина любит мужчину. Под занавес 2021 года на экраны выходит один из самых ожидаемых фильмов – «Бессайдская история». Смелый и яркий мюзикл Стивена Спилберга. Как вы вообще относитесь к ремейкам? Очень хорошо, прекрасно оживляют. Некоторые уже узнают, благодаря ремейкам, что, оказывается, есть оригиналы. Знаете, наоборот, получается, прыгают в прошлое. Я нормально отношусь, если это талантливо, потому что меняется время, меняется какой-то взгляд на какие-то события. Хотя здесь о вечных проблемах. Вообще, ремейк, сделанный Стивеном Спилбергом – это большая загадка и большой интерес. Я думаю, что мы очень много нового узнаем, несмотря на то, что история давно всем известная. Хочу сказать, мы провели на съемочных площадках месяцы. И сейчас вот это объединение всех элементов – в один голос, в один ансамбль. Я горд и польщен, что этот шанс выпал мне на позднем этапе карьеры. Шанс рассказать историю по мюзиклу 1957 года. Сюжет картины построен на бессмертной истории Ромео и Джульетты, только на новый лад. В фильме описывается противостояние двух уличных банд – Ракет и Акул. История любви Тони и Марии из враждебных группировок в Нью-Йорке 50-х годов. Они влюбляются друг в друга вопреки ненависти друзей и родственников. Здесь будет точно очень много драмы. Первый гринго, что тебе улыбнется? Я тебя раньше не видела. Ты не портоликанец? Это ничего? Это история о Ромео и Джульетте. Как вы считаете, насколько она актуальна в современном обществе? Ромео и Джульетта – это же вечная любовь. Шекспир не был бы классиком признанным, если бы его истории перестали быть актуальны. Они актуальны всегда, и эта история вечная. Мне кажется, если не доводиться до самоубийства, то, в принципе, очень актуально. Мне кажется, эта история, она всегда будет жива, потому что, как бы ни старались сделать равенство и братство, все равно есть какие-то кланы. Запретная любовь всегда самый сладкий плод, поэтому она всегда актуальна, особенно, когда в таком юном возрасте. Каким вообще должен быть мюзикл? Какие у вас ожидания от просмотра? Мюзикл должен быть разный. Мюзикл должен быть музыкальным. То есть это музыкальная история, рассказанная через музыку. И несмотря на то, что у каждого мюзикла есть сценарий, но самое главное — драматургия. Это музыкальная драматургия. Я не очень люблю мюзиклы, но это Спилберг. Я дам ему шанс убедить меня в том, что мюзиклы — это кайф. Это снял Спилберг. Совершенно неожиданно, потому что формат мюзиклов и таких вот картин — это очень странно, во всяком случае, для меня. И поэтому для меня будет это особо интересно посмотреть. Вот это причина, по которой я пришел. Потому что как? Стивен может и это? Чего же он не может тогда? Как так? Это должен быть прям вот виток режиссера. Что-то абсолютно то, чего мы не ожидаем. Если это хореография, то, наверное, хореография же идет вперед. Она совершенствуется. Наверное, что-то это должно быть вообще... Или такое суперфилигранное и опять-таки что-то новое. Здесь хочется красоты, размаха, крутой, классной, вкусной картинки, настоящей актерской игры. Конечно же, должна быть видна рука мастера. Очень лестно и очень приятно, что сейчас самые топовые голливудские актеры, самые топовые голливудские режиссеры берутся за этот жанр мюзикла. И любой голливудский актер считает большой честью и большим уровнем мастерства принять участие в мюзикле. Как вы считаете, любовь может спасти мир? А только она и может. Фильм называют одним из главных претендентов на Оскар. А если вы так же, как и я, любите мюзиклы и истории любви, то смело берите билет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова